Всего лишь в 30 с небольшим километров от белорусской границы в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Он начнется совсем скоро, уже 11 июля. По этому поводу лукашенковские пропагандисты уж очень перевозбудились. Из Минска до Вильнюса, сколько там, 180 километров, да? Любая ракета. Ксения, я даже не об этом. Я просто хотела бы, если вдруг нас смотрят, слушают, где-то распространять, чтобы просто представители НАТО помнили об этом. Это сколько же надо иметь наглости и уверенности в собственной безнаказанности, чтобы в эфире государственного радио угрожать руководителям стран НАТО ракетным ударом. Среди этих руководителей будет на минуточку и Джо Байден. Не тонка ли у вас кишка, ребята? Чтобы нарываться на конфликт с Соединенными Штатами и всем блоком НАТО. Но вряд ли в Белом доме или Брюсселе кто-то прислушивается к этой пурге. Все эти безумные, оторванные от реальности угрозы, рассчитаны в первую очередь на публику внутри страны. Чтобы убедить белорусов, что, мол, Лукашенко до сих пор что-то из себя представляет и как политическая фигура что-то может. Поэтому, ну что тут за проблема согласовать нанесением какого-то там удара. А еще таким образом отвлекается внимание белорусов от реальных насущных проблем. От того, что творится в экономике, медицине, образовании, ЖКХ. От дырявых дорог, от роста цен. Для этого пропаганда и поднимает этот информационный шум. Вокруг враги. Мы в осажденной крепости. Хотя очевидно всем, что никто на Беларусь с запада нападать не собирается. Не видно передвижения натовских войск и создания ударных группировок. Кроме того, Лукашенко своими ядерными угрозами подыгрывает попросту Путину. Чемоданный стратег надеется запугать запад, чтобы тот перестал поддерживать Украину и поставлять ей оружие. Пока мы видим, что свой саммит-альянс демонстративно проводит в Вильнюсе, почти на границе с Беларусью. Тем самым, как будто говорит, чхалим мы на ваши угрозы. Мы будем собираться и обсуждать свои вопросы там, где мы считаем нужным. А вопросов накопилось немало. Во-первых, подвисло в воздухе принятие в НАТО Швеции. Турция блокирует ее вступление в Альянс, потому как шветы дают политическое убежище активистам рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти считают террористами. Во-вторых, Украина добивается от НАТО конкретики по поводу своего вступления в Альянс. В офисе Зеленского четко дали понять, что украинский президент не поедет на саммит в Вильнюс, если страны НАТО не проявят мужество и не дадут старт процедуре принятия Украины в Альянс. Жесткую риторику Киева можно понять. Допустим, ВСУ смогут отбросить оккупантов и выйти на границы Украины 1991 года. Но нет никакой гарантии, что Россия не наделает новых танков и ракет и не ударит снова. А самой надежной гарантией может быть вступление Украины в НАТО. Буквально на днях украинский главком Залужный четко обозначил, что ВСУ очень нужна современная авиация. Да, можно вести боевые действия без нее, но ценой дополнительных человеческих потерь. В зависимости от того, какие будут приняты решения, саммит НАТО может стать историческим событием, которое откроет Украине путь в Альянс. Если же по итогу не прозвучит никакой конкретики ни по вступлению Украины в НАТО, ни по поставкам самолетов, то Путин посчитает это слабостью Запада и будет действовать еще наглее и без церемонии. Как это ни печально и как это, может быть, ни страшно звучит, на мой взгляд, в нашей стране поворот тоталитаризму на какой-то период времени возможен. Хотя как долго у него будет эта возможность наглеть – большой вопрос. В Гааге, в Нидерландах, открылся международный центр, который будет отвечать за расследование российского вторжения в Украину. В его работе примут участие прокуроры из Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов и Международного уголовного суда. Они будут собирать доказательства военных преступлений России, а доказательств найдется выше крыши. Нынешняя война стала самой задокументированной в истории человечества, потому что сейчас у каждого есть телефон и доступ в интернет. Создание такого расследовательского центра – это первый шаг к созданию специального трибунала по Украине. Конечно, нет гарантий, что главных военных преступников Путина и Лукашенко и их сообщников смогут доставить в Гаагу и посадить за решетку. Но ни в одну цивилизованную страну они приехать уже не смогут без риска быть арестованными. А Лукашенко явно боится международного ордера на свой арест. Где уже уголовный суд за это? Ну, это уже мерзавцы, дальше некуда. Они хватаются, за что попало. Дед не зря так занервничал. Во-первых, как ни крути, а такой ордер сильно ударит по диктаторскому самолюбию. Во-вторых, он прекрасно помнит, как под трибунал угодил его друг, бывший президент Сербии Милошевич, которого новая сербская власть сдала в Гаагу, чтобы наладить хорошее отношение с Западом. Там он и умер в камере из-за сердечного приступа. У преемника Лукашенко, даже если это будет человек из его ближайшего окружения, появится большой соблазн повторить эту схему. Попутно слив на Лукашенко всю вину за фейковые выборы, за репрессии, за соучастие в войне. И деваться Синепалому некуда. Остается окапываться в Беларуси и повторять мантры о независимости. Это, конечно, цирк. Говорить о независимости, когда страна зависима от России как никогда в своей истории. О военной независимости говорить вообще не приходится. Захотел Путин и разместил в Беларуси свои войска. Захотел, разместил ядерное оружие. Захотел, отправил к нам вагнеровцев. Как в какой-то отстойник. Теперь, когда режим Лукашенко полностью зависим от Путина, они могут делать что угодно. Дарить белорусским школам вагнеровские кувалды. Раздувать ненависть по всему цивилизованному миру. Добивать белорусский язык и культуру. Переписывать историю нашей страны. Поливая грязью ее со всех сторон. Что было до прихода Российской империи и совка. Как это делает Бондарева или Озаренок. Вот такая независимость по-лукашенковски. Запад тоже сейчас сталкивается с серьезными вызовами. Протесты, которые прокатились во Франции, могут очень сильно повлиять на политические взгляды избирателей. Да, ко всякого рода беспорядкам и бунтам французам не привыкать. Они это любят, умеют и практикуют. Но таких жестких беспорядков не случалось с 2005 года. Напомним, что все началось с того, что полиция застрелила парня лжирского происхождения. Беспорядки длились почти неделю, пока власти, наконец, не начали более-менее брать ситуацию под контроль. На фоне обострившихся противоречий в обществе во Франции растет популярность правых политиков, консервативного, националистического и даже нацистского толка. Например, Мария Лепен, лидер ультраправой националистической партии «Национальное объединение», на крайних президентских выборах чуть не победила Макрона. Правые партии попадают в парламенты Швеции, Италии и Греции, распространяя на них свое политическое влияние. Чем все это грозит? Многие правые европейские движения давно прикормлены Москвой. Например, партия уже упомянутой госпожи Лепен получала кредиты от российских банков, а та высказывалась в поддержку аннексии Крыма. И вообще, пророссийские взгляды среди европейских правых очень популярны, как и евроскептицизм. Также правые обещают избирателям жестко ограничить приток новых мигрантов. И многим коренным европейцам эта идея нравится. Вы сказали, мы останавливали мигрантов, а теперь будьте сам их ловить, да? Я не буду их задерживать на границе, держать их на границе. Повторяю, и впредь не буду, если они будут идти через Беларусь. Нельзя исключать, что в скором времени крайние правые партии начнут приходить к власти в разных странах Европы. Это будет очень хороший сценарий для Путина и очень плохой для Украины. Потому что единый антикремлевский фронт будет расколот. Все громче будут звучать голоса желающих договориться с Москвой, в том числе за счет украинских территорий. Поэтому именно сейчас Украине нужна максимальная поддержка, чтобы как можно быстрее нанести поражение российским войскам и освободить свою территорию. Да, Путин хочет переиграть Запад, переждать, пока там появятся более сговорчивые и продажные политики. А пока суть до дела измотать Украину войной на истощение. Да только вот в самой России вызревает, если не революция, то большая смута. Весь мир до сих пор в шоке от того, как Пригожин со своими боевиками чуть не дошел до Москвы. И как жидко обделалась российская власть и российская армия. Шойгу только через неделю после мятежа выдавил из себя публичный комментарий по поводу этого случая. Видимо, до этого был очень сильно занят. Стирал свои трусы или брюки. Конечно, на Западе из этой всей истории делают выводы и, возможно, начнут действовать смелее. Ну, в плане поддержки Украины. Чем хуже для Кремля будут дела на фронте, тем скорее случится взрыв народного недовольства в самой России. Как показывает история, империя после проигранной войны начинала сыпаться. Так было в 1905 году, когда Россия проиграла русско-японскую. И в 1917 году после неудач в Первой мировой. А затяжная война в Афганистане ускорила распад в СССР. Ну, а когда начнется смута современной России, то и у Беларуси появится окно возможностей, чтобы наконец избавиться от диктатуры и получить реальную независимость.